Уважаемые коллеги, вам всем известно, что с 28 ноября следотдел прокуратуры области, выполняя поручения президента Украины и генерального прокурора Украины, проводил проверку в порядке статьи 97 Главного процессуального кодекса Украины по факту смерти Иннадия Коноплева. Акцентирую ваше внимание, что при принятии решения мы исходили из объективных данных, которые установлены в ходе проверки. При этом опрошены участники акции, медицинские работники, работники милиции, работники МЧС. Были приведены судебно-медицинские исследования, которые необходимы в подобных случаях. И с учетом резонансности события, к проведению этих исследований были подключены несколько экспертов, которые имеют большой стаж и опыт работы. К материалам проверки также приобщены и исследованные видеозаписи с места событий, которые имели место. Оценка давалась как причинам смерти Геннадия Коноплева, так и действиям работников МЧС, милиции и медицинских работников. Установлено, что 16 ноября для участников акции протеста была установлена брезентовая палатка, которая принадлежит обл. администрации и находилась в оперативном управлении МЧС Украины в Донецкой области. Вы знаете, что 23 ноября было решение окружного административного суда, которое ограничивало проведение акции протеста, о чем участники акции были уведомлены 24 ноября. С учетом этих обстоятельств 27 ноября на место проведения акции с целью 18.30, с целью демонтажа палатки, которая принадлежит обл. администрации, как я говорил, прибыли 10 работников МЧС. Работники милиции в демонтаже палатки участия не принимали, они обеспечивали охрану общественного порядка. Перед началом демонтажа участники акции были предупреждены о проводимом мероприятии. При этом, после того, как они были предупреждены, практически все лица, которые находились в палатке, ее покинули. И, как подтверждает видеозапись, после того, как брезент был снят, на месте остались два человека, которые сидели около стола. При этом, как из обдеснений лиц, которые были опрошены в ходе проверки, так и при изучении видеозаписи, не установлен факт причинения кому-либо телесных повреждений, в том числе и Геннадию Коноплю. После того, как демонтаж брезента был окончен, я прошу обратить внимание на это обстоятельство. В нескольких метрах от того места, где находилась палатка, был обнаружен лежащий на земле Геннадий Коноплю. Один из участников сначала акции протеста, а затем и приглашенный врач скорой помощи, проводили первоочередные реанимационные мероприятия непрямой маша с сердца и искусственную вентиляцию легких. После этого находящегося бессознательности Коноплева перенесли в карету скорой помощи, где реанимационные мероприятия продолжались. Исходя из материалов проверки, в том числе и заключения судебных медиков, причиной смерти стала недостаточность коронарного кровообращения с ишемическими повреждениями миокарда, которая развелась на фоне имеющейся у Коноплева хронической и ишемической болезни сердца. Согласно акту судебно-медицинского исследования, телесных повреждений, которые находились бы в причинной связи со смертью Коноплева, не установлено. Еще хочу, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что при судебно-токсихологическом исследовании продукт, который образуется, ну я проще скажу, в заключении описано медицинскими терминами, продукт, который образуется во время отравления угарным газом, не выявлен. Кроме того, в соответствии с объяснениями врача, накануне 26 ноября Коноплев обращался за медицинской помощью, которая ему была оказана. Была предложена госпитализация, однако от госпитализации Геннадий Коноплев отказался. В ходе проверки дана оценка, как я уже говорил, в том числе и действиям работниками МЧС, милиции и медицинских работников. И установлено, что их действия не противоречат законодательству и в причинной связи, причинно-следственной связи с наступлением смерти Геннадия Коноплева не состоят. С учетом оценки всех собранных доказательств и материалов за отсутствием события преступления по факту смерти и за отсутствием состава преступления по факту действий работников милиции, МЧС и медицинских работников, вчера, 7 декабря 2011 года, следоделам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В заключении хочу еще раз акцентировать внимание на тот факт, что проверка проведена объективно и решение принято с учетом изучения всех обстоятельств произошедшей трагедии. Судя по тем материалам и по виде палатки из этих двух человек, потом это идет посекундно и в нескольких метрах от палатки, от того места, где была палатка... Это засекреченная информация? Почему засекреченная? Проводилась проверка, вы прекрасно понимаете о том, что определяться с этими обстоятельствами. Вы можете передать СМИ это видео? Давайте согласуйте вопрос с пресс-службой прокуратуры области. То есть он умер не в палатке, да, получается? Ну, из тех обстоятельств, которые есть, получается так. Тем более, что реэмоционные мероприятия, как я вам говорил, проводились еще и в автомобиле скорой медицинской помощи. И вопрос, касающийся того, что медицинский работник проводил, даже после того, как была прямая линия, как уже прозвучало, проводил, и это предусмотрена инструкцией, то есть фактически после наступления клинической смерти. Скажите, пожалуйста, имели ли право работники МЧС забирать свою палатку, сносить, исполнять судебное решение не в присутствии судебных исполнителей? Значит, вопрос заключается в том, что судебные исполнители исполняют судебное решение принудительно. Если учитывать решение суда, которое состоялось, как я сказал, 23 числа, то фактически нахождение этой палатки, которая, я уже говорил, принадлежала обл. администрации, находилась в оперативном управлении МЧС, прокуратура области считает правомерным. То есть госисполнительные могли не быть на месте? Могли. Почему это было сделано вечером? По-моему, это было воскресенье и в рабочее время. В чем смысл? Ну, я вам могу сказать о том, что мы сегодня собрались по поводу, и брифинг собрали по поводу принятия решения, касающегося факта смерти Геннадия Коноплева, и каким-то образом регламентировать, когда ее снимать, эту палатку, закон не регламентирует. Скажите, пожалуйста, в чем состояла работа прокуратуры? Потому что мы сегодня ничего нового не услышали. То есть вы только опрос провели, и все больше ничего. Ну почему? Исследование, изучение статьи 97, была проведена проверка. Причем подтвердить или опровергнуть чьи-либо слова. А проверка проводилась объективно, как она проводится всегда, когда необходимо принять соответствующее решение. Поэтому здесь говорить о том, что подтверждали мы или не подтверждали какие-либо обстоятельства, мы действовали в рамках уголовно-процессуального кодекса. Скажите, пожалуйста, могли ли действия сотрудников УДЧС с носом палатки спровоцировать стресс, в результате которого у человека, собственно говоря, с больным сердцем это сердце не выдержало? Значит, я вам уже говорил о том, что, исходя из тех материалов, исходя из исследования, которое провели судебные медики, причинной связи действий работников МЧС и к смерти Геннадия Коноплёва не установлено. Причинно-следственная связь – это один из признаков, которые необходимы при принятии решения о наличии или либо отсутствии состава преступления. Мы говорим о том, что в ходе проверки не установлено уголовно-наказуемое деяние как по факту смерти Геннадия Коноплёва, так и в действиях вышеперечисленных лиц. То есть он и так был умер? Ну, это уже вопрос не в сфере прокурорской деятельности, это больше вопрос к медикам. В пределах своих полномочий, как и другие органы, в том числе и судебные компетенции органов и исполнительной службы. Мы будем давать, чтобы работники исполнительной службы действовали в пределах... ...такой штурм Донецкой областной государственной администрации и шествие с пробом по Донецку. Я знаю, что некоторые общественные организации подали в прокуратуру заявление... ...причинение интересных повреждений работник милиции. Вы это знаете, он еще находится в больнице. ...точно было лишать их пенсии в ноябре и в декабре. И вы им обещали дать ответ после 25-го числа. Значит, ответ был вручен представителям Чернобыльской организации. Значит, ответ о том, что ранее было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом я хотел бы обратить внимание на то, что те судебные решения... То есть вопрос стоял в том, чтобы возбудить уголовное дело любыми, причем любыми способами по 382-й статье неисполнения судебных решений. Ну, и это на приеме было сказано о том, что есть судебные решения, которые обязывают пенсионный фонд пересчитать пенсию. ...эти судебные решения были исполнены в том числе и с привлечением исполнительной службы в плане пересчета. И в настоящее время начисляются, начисления идут, но с учетом обстоятельств, которые вы знаете, отсутствие денежных средств, эти начисления идут в качестве долга. Почему было, скажем, 25-е число? Значит, 25-е число, о котором идет речь. До 25-го числа пенсионный фонд должен выплачивать пенсии. 25-е число было одним из доводов. Ведь в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было ранее принято, несколько обстоятельств исследовались. В том числе, те, которые я говорил ранее, кроме того, стоял вопрос о привлечении к ответственности должностных листов областного пенсионного фонда. В рамках того заявления, которое было, и принималось решение. И одним из доводов было именно 25-е число. Но вопрос заключается в том, что это был только один из доводов, который исследовался и по которому принималось решение. Поэтому разъяснено было участникам акции то, о чем я говорю. Прокуратура занимается вопросами в пределах своей компетенции. То есть пенсионный фонд действовал в рамках закона? Значит, я говорю о том, что пенсионный фонд выполнил, с точки зрения статьи 382, пенсионный фонд выполнил решение суда. Какого суда? Решение судов, которые говорили о том, что необходимо пересчитать. Весь спор состоял в том, как считать. Пенсионный фонд считал так. Суд указал о том, что и обязал пересчитать. Это было пересчитано. И начисляется и сейчас. Один из участников протеста обращался с вопросом, связанным о том, что будет ли не, будет ли указано в справках об этом начислении. Вот этот вопрос проверили, указано, что да, идет начисление, однако в связи с отсутствием средств не выплачиваются. То есть начисления идут, просто нет денег, поэтому они не получат. Да, я об этом же и говорю. Но обычно же прокуратура реагирует, когда, допустим, какое-то предприятие не платит зарплату работникам. Но я еще раз говорю, суть 382. Не исполнение решения суда. Я говорю о том, что в решении суда указано, пенсионному фонду пересчитать. Вот так, вот так, вот так. То есть другой алгоритм. Пенсионный фонд пересчитал. Поэтому говорить о том, что есть в действиях работникам пенсионного фонда состав преступления 382, умышленное неисполнение судебного решения, причем умышленное неисполнение судебного решения, у прокуратуры нет оснований. Поэтому и было принято такое решение. А то, что по факту нет денег, это вопрос никак? Ну, это вопрос вне компетенции органов прокуратуры. Спасибо, уважаемые коллеги. Бризин какой.